В субботу в Лобинске торжественно открыли плавательный бассейн. Несколько месяцев его капитально ремонтировали, а в честь Дня физкультурника там прошли первые соревнования. Урок электробезопасности о том, что ток может угрожать жизнью, узнали засовские школьники. С ними провели беседу специалисты лобинских электрических сетей. Стать артековцем можно и в 1994. Ветерану Великой Отечественной войны Федорову Алексеевичу Кузнецову повязали красный галстук. День физкультурника в Лобинском районе был ознаменован торжественным открытием плавательного бассейна. Завершилась масштабная реконструкция, благодаря которой бассейн, построенный еще в 80-е годы, обрел второе дыхание. Обновленный бассейн соответствует всем современным нормам, стандартам, пользуется большой популярностью. Еженедельно его посещают более 600 человек. Это выяснила Наталья Литвиненко. Стадион Труд стал центром спортивной жизни Лобинского района. Отметить День физкультурника приехали спортсмены всех поселений муниципального образования. Для них праздник стал радостнее вдвойне. В этот день состоялось открытие плавательного бассейна после капитального ремонта. Со знаменательным событием юных футболистов, баскетболистов и волейболистов, легкоатлетов, борцов, гимнастов и пловцов пришли поздравить первые лица города и района, депутат ЗСК. Глава Александр Сачиков пожелал новых спортивных достижений и здоровья, поблагодарил администрацию и законодательное собрание края за внимание к Лобинскому району и финансирование ремонта. В честь праздника на линейке глава района наградил почетными грамотами и благодарностями лучших спортсменов, которые славят наш район и край. Многие из них имеют высокие федеральные и даже международные награды. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес подрядчика. Общество с ограниченной ответственностью «Регионстрой», который к поставленной задаче подошел ответственно, качественно выполнив все работы по реконструкции бассейна. Как отметили на мероприятии, обновленный спортивный комплекс теперь обрел вторую жизнь. Торжественно открыть бассейн, перерезав красную ленту, предоставили главе района и депутату ЗСК Ивану Артеменко. В бассейн ходит мой старший сын Дамир. Мы очень рады, что имеем такую возможность, ведь сейчас здоровье, сберегающие технологии, как никогда, важны в жизни ребенка. И мы очень рады, что открылся наконец-таки бассейн, что ребенок имеет такую возможность плавать, заниматься, оздоравливать себя. Высокие гости осмотрели помещение комплекса. За время реконструкции бассейн полностью преобразился. Новая кровля, фасад и вентиляционная система превратили его в современный спортивный объект. В честь Дня физкультурника здесь организовали муниципальное соревнование по плаванию. За затязанием наблюдал глава района. Затем Александр Сайчиков и Иван Артеменко пообщались с юными пловцами, поинтересовались их успехами и рассказали о том, какое внимание власти уделяют развитию спорта на территории края. Гости пожелали спортсменам новых побед. Мы бассейн очень долгое время конструировали заново, делали ремонт. Все это время мы готовились. И мы очень рады, что сегодня наконец-таки его открыли. Мы снова сможем добиваться новых успехов, улучшать свои результаты и тренироваться для более сильнейших, серьезных соревнований. Спортсмены, в свою очередь, в знак благодарности за возможность полноценно тренироваться в комфортных условиях подарили главе района и депутаты Зоискан кубки с изображением пловцов. Сегодня мы уже как бы закончили реконструкцию, начали здесь тренировки. Уже бассейн пошел в работу, бассейн вместе с тренажерными залами. Я хочу поблагодарить и администрацию края, и законодательное собрание за ту поддержку и помощь, которые были оказаны Лобинскому району. И, наверное, сегодня самое дорогое – видеть ребят, такую массу детей, которые сегодня сюда пришли, ребят, которые уже имеют серьезные наработки в спорте, и кандидаты в мастера спорта, и члены сборной краевой по плаванию. И вот, наверное, самая большая благодарность от встречи с детьми, вот этот сувенир, который дети в знак благодарности преподнесли. И у нас прекрасная, замечательная молодежь, прекраснейшие ребята. Вот сегодняшняя встреча, сегодняшняя атмосфера говорит о том, что это дети, которым принадлежит будущее и нашей малой родины, и Кубани, и нашей страны. Наш край очень динамично развивается в плане строительства спортивных сооружений, спортивных площадок, строятся ледовые дворцы, многофункциональные комплексы. Естественно, охват населения тех людей, которые традиционно занимаются, постоянно занимаются спортом, физкультурой и спортом, их количество растет, но задача, которую поставил Вениамин Иванович Кондратьев, она состоит в том, чтобы превысить планку 40%, то есть, чтобы как можно больше вовлечь в физкультуру и спорт людей. Плавательный бассейн открыт для всех желающих, напомнила руководитель спортивного комплекса. В неделю его посещают около 600 человек. Для детей, выбравших этот вид спорта, отведены в основном бюджетные места, но есть и платные услуги. Стоимость одного занятия небольшая, вырученные средства идут на содержание бассейна, которое обходится руководством в рулингую сумму. В настоящее время, в связи с вступлением в закон нового закона об образовании, с 2012 года, существуют определенные ограничения. Ограничения на финансирование бюджетных мест. То есть, мы переходим к форме работы, как уже привыкли люди, в институтах, в университетах, то есть, высшее образование и среднеспециальное. То есть, будут бюджетные места и будут платные места. Лобинские энергетики провели урок электробезопасности для воспитанников летнего лагеря «Юность» при школе номер 15 «Станица Засовская». Организаторы рассказали детям о том, что электричество требует осторожности и внимания, так как может угрожать жизни. Подробнее расскажет Татьяна Щукина. Элементарные правила, которые помогут сохранить жизнь и здоровье. Их должен знать и соблюдать каждый с самого раннего возраста. Сотрудники лобинских электрических сетей уделяют особое внимание работе по профилактике и предотвращению случаев детского травматизма при обращении с электроприборами дома и на улице, вблизи энергообъектов. Уроки электробезопасности сотрудники предприятия проводят в школах и дошкольных учреждениях трех районов Краснодарского края – Лобинском, Курганинском и Мостовском. Уроки электробезопасности, которые мы проводим в наших дошкольных, учебных заведениях – это очень, я считаю, эффективная мера по борьбе с детским электротравматизмом, который у нас по стране очень достаточно на высоком уровне. Конечно, самое страшное, наверное, в жизни каждого взрослого человека, когда что-то случается с его ребенком. И, к сожалению, наши объекты электроснабжения, наши подстанции, наши воздушные линии электропередачи – объекты повышенной опасности. И наша задача, основная задача – это предупредить несчастные случаи и какие-то происшествия с нашими детьми. Этим мы и занимаемся. Занимаемся очень активно. Беседа состоялась в летнем лагере дневного пребывания детей «Юность» на базе школы номер 15 в станице Засовской. Организаторы считают, что вне школьных будней важная информация усвоится детьми лучше всего. Электричество встречается везде сейчас, посуду, и в школе, и дома. Это очень важно, такие мероприятия, для того, чтобы дети не получили электротравму, чтобы они знали безопасность, как обращаться с электричеством. Сотрудники «Кубани-Нерго» рассказали воспитанникам лагеря, почему нельзя приближаться к трансформаторным подстанциям и оборванным проводам, как правильно пользоваться электроприборами. «Самое главное, ребята, электрический ток опасен тем, что он невидим, он не слышим, он не имеет света, он не имеет запаха, и поэтому мы его не можем определить без специальных приборов». В беседу включили наглядные материалы. Детям продемонстрировали таблички, которые предупреждают об опасности поражения электрическим током. Также ребята увидели специальную одежду, в которой работают энергетики, и даже смогли ее примерить. Воспитанники лагеря приняли активное участие в беседе, поделились своим опытом обращения с электричеством. В конце школьникам раздали тематические плакаты, календари и закладки, чтобы информацию, полученную на уроке, они запомнили надолго. «Нельзя пускать змея рядом с электростанцией, нельзя подходить ближе 8 метров, нельзя выдергивать за шнур из розетки, нельзя мокрыми руками трогать приборы электрические». «Нельзя играть на электричество, нельзя трогать мокрыми руками вещи, надо выдергивать за вилку из розетки. Я теперь буду соблюдать эти правила осторожности». Ветерана Великой Отечественной войны Федора Алексеевича Кузнецова посвятили в Артековцы. В лагерь международного значения фронтовик написал письмо патриотического содержания. В ответ получил благодарность от руководства детского учреждения за активную жизненную позицию. А на днях ветерана посетила группа лабинских школьников, которые недавно вернулись из детского лагеря. Они по просьбе руководства детского учреждения пришли выразить слова признательности за внимание к молодежи. «Вы писали туда письмо. А вот ответ есть у меня. С Артека есть ответ у меня. И руководство Артека не оставило его без внимания. Ознакомились очень много ребят с ним. И все были удивлены этим письмом, потому что редко кто пишет туда. Но это очень дельная, полезная была информация, которую вы там сказали. Действительно, правда жизни, так, как надо делать». Любить свою родину, жить по совести, дарить людям добро, не предпринимать необдуманных действий, ценить то, что даровано тебе судьбой, уважать старших. Эти и другие аспекты описал в своем письме обращение к молодежи Артека Федор Алексеевич Кузнецов. Именно этих правил ветеран Великой Отечественной войны придерживался всю жизнь, о чем рассказал своим юным гостям. Ответ на отправленное письмо в детский лагерь не заставил себя ждать. Его ветеран попросил засчитать в присутствии всех гостей. Благодарность за ценные советы школьники посвятили теперь уже старшего наставника в Артековце. Участнику войны повязали красный галстук и подарили памятные сувениры. «Я не ожидал. Я получил письмо, благодарность, все, а когда, я считаю, это великая честь получить такой подарок». Ветеран понимает, что на молодежь возлагаются большие надежды. Подрастающие поколения – это будущее страны, поэтому необходимо приложить все усилия, чтобы вырастить достойную смену, говорит ветеран. «Прежде чем выйти на жизненную дорогу, прежде чем надо стать человечным человеком. Это главная цель каждого молодого человека должна быть на всю жизнь, вот как у меня». Из истории жизни ветерана молодые люди узнали, что в годы войны он был политруком роты, затем комсоргом полка, начальником политотдела дивизии. Награжден орденами Красной Звезды Отечественной войны первой степени, медалями за победу над Германией, за боевые заслуги. После войны жил в Лобинске, работал в системе потребительской кооперации. На днях Фёдору Алексеевичу исполнилось 94 года. И несмотря на то, что он приклон к постели, ветеран по-прежнему придерживается активной жизненной позиции, ведёт переписку со многими политическими деятелями и даже с президентом России. «Мысль у меня родилась такая, когда Владимир Владимирович Путин выступил, выступал, он много выступает, и он такую мысль подал, что мы очень мало уделяем внимания молодёжи». Я вот схватил эту мысль, и сразу у меня родилась мысль другая, что надо написать и посылать во все концы. Я сказал, я пока живой, пока ещё у меня мозги работают, я должен писать. И написал, и Путину написал, и вот поэтому у меня мысль родилась. Надо написать, и я это написал, что если вы закончили школу, закончили университет, делайте добро, делайте честность, делайте уважение друг к другу, делайте уважение старшему поколению, такому, как я вот. Мы воевали. За что мы воевали? За то, чтобы вам жилось лучше. Гости поблагодарили фронтовика за вклад в победу, 70-летие которой отметили в этом году, и поздравили с прошедшим днём рождения. Общественность третьего микрорайона преподнесла большой букет цветов, а председатель районного совета ветеранов Ирина Городняя подарила Фёдору Алексеевичу книгу «Лобинск фронту». Молодые люди пообещали и дали поддерживать общение с ветераном. Теперь для многих артековцев Фёдор Алексеевич Кузнецов станет примером. Побывали в артеке с 22 июня этого года по 12 июля на седьмой смене и получили колоссальное удовольствие. Сегодняшняя встреча оставила очень много впечатлений в моей душе. Действительно, это очень удивительный человек с очень удивительной судьбой, очень живым характером, который действительно заботится о России, думает о ней, как я понял, день и ночь. И я думаю, что моё общение с ним на этом не прекратится. Наталья Литвиненко, Игорь Исаков, телекомпания «Лоба». Этот выпуск новостей подошёл к концу. Сразу после него прогноз погоды. Всего вам доброго. До свидания. Только в «Окнопарке». Окно метр двадцать на метр тридцать. Одно положение открывания с подоконником и отливом всего четыре тысячи двести пятьдесят рублей. «Окнопарк». Телефон 8-918-354-58-48. Телефон 8-918-354-58.